привет друзья ну вот насчет микрофона все-таки мне сказали там комментах что вроде бы нормальный звук давно не знаю если до сих пор не нормальный но кому-то нормальный кому-то ненормальный но 12 напишет среди сотен людей что плохо слышно но проверьте вы тоже свое устройство может у вас там что-то но по-всякому бывает я стараюсь видите вот уже совсем приблизил вот но теперь я хочу сказать интересное полезное для всех и каждого значит у меня такой вопрос иногда вот задает многозадачник но я говорится с это очень на чем-то это кто-то мне пишет вот там допустим проект делаю или еще учет а тут все время мне какие-то там рутинные такие моменты пароль какой-то надо поменять или звонок какой-то или еще чего-то и меня все время выбивает из этого потока из потока моей работы но я как раз и говорю что это же самое главное взять все минусы в плюсы это значит мы делаем перезагрузку и во время разгрузки и когда мы выходим на нулевое состояние это первый вариант то там мы мечтаем чем больше стресса и тем больше сил поэтому вчера пила пилила там за окном а я еще улыбался когда я видеоролик делал вчерашний потому что на меня это не влияет и на вас не будет влиять всякие шумы необходимости быстро переключиться на чем-то сосредоточиться что не имеет отношения к тому чем вы заняты и так далее но первый вариант еще раз повторю это чем больше стресса тем больше сил формула такая которую вы совершаете закрепляете запоминаете во время разгрузки для перезагрузки для формирования в нейросетях мозга нового отношения новой стратегии жизни нового навыка и тогда после этого вы заметите что вы меньше обращаете внимание и на пилу и на многозадачник когда надо одновременно быстро соображать ну по сути быстро переключаться быстро перенастраиваться ну поэтому там и собственно и разгрузку с перезагрузкой делаем пошел мы там выходим из пика напряжения вот этого градусника напряжения где здесь шторм 10 выходим на ноль где безмятежность безвременность нейтральное положение в коробке передач автомобиля подобно этому тоже так же у нас и мозг как компьютер зависает нам же важно не зависать потому что если мы решаем какую-то задачу у нас доминанта формируется в этом направлении поточное мышление в этот момент там внутри этого там все складывается и друг звонок какой-то или вдруг там компьютер кнопка заела и там допустим ну что-то надо переключить это выбивает как пенечек такой как палка в колесе значит нам надо научиться быстро перезагружаться там ну вот первый вариант я уже сказал мы это делаем мечтаем когда снимается стресс на штиль в этом состоянии безвременности вечности общаясь как с бесконечностью как с богом этом состоянии творца это мы мечтаем о том как мы хотим чтобы мы реагировали до чтобы мы быстро соображали то воображаем себе разные варианты когда нам что-то мешает как пули летят на и мы воображаем что как нам это приятно как нам это приятно что это нам дает много сил и что это нам в плюс как вайкидо отлетит какая-то масса тела вайкидо а мы ее раз и перенаправляем на решение нашей задачи как стресс-тамплин это первый вариант второй вариант внимание ведь вот это состояние нулевое у нас возникает на разных уровнях я говорил о классическом варианте классической перезагрузки а есть же у нас еще пики напряжения в ключе 2 когда вы например потягиваетесь вы создаете напряжение да там положите свое желание как вы хотите на что реагировать я же об этом в одном из роликов на ликбезе смотрите ликбез почаще смотрите ликбез на канале посмотрите все старые ликбезы это там название какое-то да и там внутри слова ликбез это же бесплатно смотрите это много таких всяких примеров тогда вам проще будет жить легче любые вопросы решить и так многозадачно значит пик напряжения я там говорил в одном из ликбезов что когда вы потягиваетесь так как вы представите как пройдет день так и пройдет потому что желание поставленное на пик напряжения начинает как установка реализовываться а если вы потягиваетесь в этот момент у вас возникает идея что опять будет такой паршивый день такой тоскливый но так она и будет поэтому я сейчас открою секрет это так просто так необыкновенно вот это что такое называется научное чудо ну вот смотрите чтобы вы могли в этом за многозадачники быстро соображать чтобы не звук пилы не комар там не грохнулась какое-то там ну картина у меня бывает упала видите я только улыбаюсь допустим а это я допишу сейчас напишу сейчас краски привезут я допишу это будет светлее ярче пианист мой будет играть а глаза какие уже посмотрите он весь там в облаках он видит не звезды и так сказать все будет будет я сделал вот так вот теперь смотрите еще на видите как я текст еду я вроде бы отвлекаюсь и вроде бы опять возвращаюсь то есть у меня в голове есть определенная стратегия что я хочу в ролике сказать объем внимания у меня не теряется понимаете а вот это синусоида происходит полнообразно чтобы мне скучно было и в то же самое время чтобы вы увлекались и одновременно это посыл подсознание чтобы лучше у вас запомнилось такой второй вариант это просто чудо научное смотрите вот вы работаете вот вы в потоке вот вы заняты своим проектом пишите диссертацию готовитесь к выступлению пишите картину и вдруг что-то там отвлекает вас его пила шум комар чаю хотите его нету и думаете как звук елки-палки или кто-то позвонил много задачник а вы каждый раз несколько дней буквально запомните этот секрет это важнейшее упражнение запомните в этот момент когда помеха приходит в этот момент вот вы в потоке и вдруг ну как это называется отвлекающий фактор конкурирующий сигнал или как еще назвать помеха а вы раньше и напрягались и избивались а вы сейчас берете вот это напряжение доводите до пика это же инстинктивное действие когда вы ах ой 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 вот вы избиваете а вы берете вот это напряжение вот смотрите пришла помеха а вы так потянулись сразу ах как хорошо и перезагрузку сделали тут уже не за полчаса когда разгрузку делаете по классическому варианту перезагружаетесь мечтая как будете реагировать а по второму варианту на пике напряжение положите туда свое желание свою установку свою настройку как вы будете на все это реагирует еще раз повторюсь практически смотрите внимательно как только вас сбивает какая-то неприятность конкурирующая с тем чем вы заняты вот эта многозадачность а вы в этот момент берете несколько дней подряд да ну несколько раз это сделаете но не так часто вы бываете в проекте в потоке правильно а когда бываете вот когда вы там что-то быстро хотите сообразить переключиться и в этот момент вам что-то мешает в этот момент поднимитесь и скажите себе ах как хорошо елки-палки через пару дней вы заметите вот эти все помехи вас меньше раздражают как я вчера делал ролик там пила шумела я что-то важное говорил она шумела а я говорю ведь а я улыбаюсь потому что на меня это не действует потому что у меня такая тренированность мозга чему я вас сейчас я обучаю поэтому когда вам что-то неприятно а вы берете и говорите себе ах как хорошо то есть вы переназначаете переименовываете и делаете это стресс который у вас возникает от разрыва того что происходит стресс трамплин как лучший свой помощник то есть вы переделываете минус в плюс ах как здорово я говорю правда ну ладно пишите до встречи